В эти минуты столица Украины пребывает в тревожном напряжении. К зданию Печерского суда потягиваются сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Напомню, его обвиняют в госизмене. Люди блокируют выезды из суда на случай, если экс-президента возьмут под стражу и попытаются вывести в СИЗО. К зданию потянут значительный состав полиции. На месте замечены автозаки. Некоторые СМИ заявляют, что судье, разбиравшему дело, стало плохо. Напомню, причиной для обвинения Порошенко в госизмене стали поставки донбасского угля в Украину в 2014-2015 годах. Впрочем, бывший украинский президент сильно не переживает. Петр Порошенко уснул прямо во время заседания. Поведение бывшего президента говорит в пользу теории о том, что происходящее по большей части фикция властей. Общественный резонанс отвлекает жителей Украины от других немаловажных проблем. Постоянно растущие коммуналки, низких пенсий и других социальных проблем. Я очень рад, что страну больше ничего не волнует. И всех украинцев у нас больше не цены, не тарифы. Нас не волнует. Бедность нас не волнует. Мы просто все сидим и ждем, когда же приедет Порошенко. Ну, значит, слушайте, значит, технология работает. Значит, сериал, который власти вместе с Порошенко нам устроили, она работает. Потому что сначала у нас была завязка. То есть они нам дали такое, знаете, вступление, когда ему там вручали педозру. Да, дальше мы все новогодние праздники. Там же все это обсуждали, обсасывали. Вот, 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 вот. Три недели вся информповестка была посвящена исключительно, что же произвелось Порошенко. То есть опять три недели никто не обсуждал проблемы в стране. Теперь Порошенко приезжает. Дальше все украинцы, затаив дыхание, затянув пояса, конечно же, потому что кормить нас никто не обещал при этом, приготовились смотреть это шоу. Послушайте, это все шоу, согласованное Порошенко с властью. Никому там ничего не угрожает. Это все разыграно для того, чтобы отвлекать наше внимание. Сбить фокус внимания с актуальных внутренних проблем властям выгодно, ведь за 8 лет с момента Майдана Украина получила, как в Европе, только цены на газ и электричество. Вместо мирной жизни затяжной конфликт на востоке страны, а социальная несправедливость, беззаконие и коррупция уже стали визитной карточкой постреволюционной страны.